Родина помнит о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны. Их героизм и бесстрашие подарили нам жизнь, а потому мы просто обязаны из поколения в поколение передавать традиции преемственности и беречь в сердцах подвиг наших дедов и прадедов. Безусловно, одна из важнейших задач патриотического воспитания – сохранение памятников. Так, Российское военно-историческое общество совместно с Молодой гвардией Единой России в рамках проекта «Народный дозор памяти» проводит мониторинг военно-исторических объектов по всей территории Московской области. Уже сегодня в единый реестр занесены более полутора тысяч мемориалов, мест воинских захоронений и других объектов. Ведь это же память, мы должны сохранять и приумножать. Память наших отцов, наших прадедов, дедов. Ведь следующее поколение может их даже не застать. Подвиг наших дедов, отцов и вообще героев в целом Великой Отечественной войны очень важен для нас, поскольку благодаря им, их подвигам, их героизмам мы живем и по сей день, и радуемся каждый день жизни. Поэтому, я думаю, малость, которую мы можем сделать, уделить некоторое внимание благосостояниям памятников или просто мемориалам в целом. Очень важно для героев. Представители местного отделения молодой гвардии «Единой России» осмотрели аллею памяти, расположенную в Щелкове, а затем отправились в самый отдаленный уголок нашего района, городское поселение Фрянова, где находится мемориал воинской славы. В интернете нет единого реестра, нет единого списка всех памятников. Есть какие-то урывки, кулачки, отголоски. Мы бы хотели создать полную картину, то есть полный мониторинг всей МССК области. Узнать о памятниках Великой Отечественной войны, расположенных в Московской области, можно с помощью приложения «Народный дозор памяти». Каждому из них прилагаются фото, описания и историческая справка. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».